Мы сегодня будем с вами беседовать о характере человека. Меня хорошо видно на первом веду, да? Я читаю версию над тем, потому что здесь много очень таких заблуждений серьезных. Например, первое заблуждение, что надо работать над характером. Ну, это заблуждение. Потому что надо работать не над характером, а надо совершать добрые дела. Потому что характер дается человеку как наказание. То есть, можем ли мы работать над тем, что мы стоим в углу. Допустим, меня в углу поставили, и я говорю, я сейчас надо этим поработать. Надо не наработать над этим, а надо быть скромным, стать смеленным, всем улыбаться, всех любить. И тогда тебя выпустят. Ну, делать добрые дела в углу, желать всем счастья, что-то делать такое. Тогда тебя выпустят. Плохие черты характера — это просто наказание за наши поступки неправильные. И часто люди пытаются поменять это наказание, что-то с ним делать. И это все получается резина. Изначально резиновая улыбка, резиновый взгляд, резиновые слова, натянутые, которые попытка резиновая, искусственная, что-то с тобой сделать. Это неправильное мышление. Человек должен быть таким, как он есть. Какой есть, такой и есть. И просто идти дорогой добра. Как мне один человек сказал, вы не достойны читать лекции столь достойной аудитории. Я говорю, согласен. Ну а как мне меняться? Что мне нужно делать для того, чтобы быть достойным? Если я не достойным и не буду делать то, что Бог мне дал. Как я тогда разобьюсь? Как я тогда стану достойным? Ну то есть идея в чем заключается? В том, что человек должен учиться просто жить с тем, что он имеет. Первое самое правило победить свой характер, это его принять. Вот какой у тебя есть характер, надо принять. Потому что есть люди трех категорий. Есть невежественные по отношению к характеру своему. Невежественные люди утрируют свои недостатки. Ну то есть они как бы показывают, что их недостатки это хорошо. Понимаете? Есть страстные люди, они скрывают свои недостатки. То есть они показывают себя очень крутыми, хорошими. Но внутри у них много недостатков. Благостные люди это те, которые вот честно, вот какие есть, такие есть. Вот девушка, допустим, поругалась с мужем, извинилась. Какая есть, такая есть. Ничего не скрываем, правда? Но зато вы и не бросите никогда. Потому что есть другая категория девушек, которые не ругаются. Вроде бы терпят, а потом копят, копят яд. А потом хриясь и бросают. Ну то есть это неправильное мышление в целом, понимаете? То есть тяжело, скажи, извинись потом. Ну то есть, конечно, лучше говорить помягче. Это факт. Но иногда как получается, что делать. Иногда как получается. Поэтому как бы зажимать себя или наоборот турировать все, показывать, что это нормально, иметь привычки вредные какие-то. Это тоже неправильно. Нужно просто честно делать добрые дела. Вот пример. Утрировать, гипертрофировать, показывать, что мои вредные привычки, мой плохой характер, это хорошо. Ну если я кого ругал, карайте строго, но это вряд ли. Скажи, Серега, а что упал, да кто от помутнения, орал не с хоря от отупения. Теперь дозвольте пару слов без протокола. Чему нас лучше сейчас сказать семья и школа, что жизнь сама таких накажет строго, правильно? Тут мы согласны, скажем, Серега, вот. Видите, он, типа, классно быть витрохой. Вот. Гипертрофирует свои недостатки человека. Или наоборот, человек ведет себя очень резиново, показывает себя таким супер-пупер. Это все не помогает. Потому что это все очень сильный акцент на себя. Когда человек сильно акцентирует внимание на себя, то он никогда в лучшую сторону не меняется. Потому что акцент на себя не улучшает характер. Он делает его фальшируем. Или есть еще люди, которые кипертрофируют, тоже есть женский такой реваный вариант кипертрофирования. Это когда женщина говорит, я такая грешница, ну такая грешница, Андрей Геннадьев. Ну то есть это, ну, надо один раз сознаться, что у тебя плохой характер, и сто раз делать добрые дела. А не сто раз сознаться, что у тебя плохой характер, и один раз делать добрые дела. Спасибо.